Эти дети, к счастью, не знают, что такое война, поэтому и рисуют ее по рассказам дедушек и бабушек, книгам и фильмам. Конкурс рисунков «Война глазами детей» проводился среди детей сотрудников шахты имени Рубана в трех возрастных категориях. Самым маленьким художникам 4-5 лет, в старшей возрастной группе ребята от 13 до 17 лет. Примерно столько же в 43-м году было и почетному гостю этой встречи Юрию Штабову, когда он пошел работать на шахту. Троженик Тейла помещение клетивого ствола, где сейчас расположился музей, помнит еще на стадии строительства. Я вот в этой клетке неоднократно спускался туда, неоднократно даже, очень много раз спускался. Но тут, конечно, все было по-другому, тут была рабочая обстановка, знаете, такая угрюмая, можно сказать, рабочая обстановка. А сейчас как? Музей очень хороший, очень хороший. Музей очень хороший. Это большое спасибо этим людям, которые выдвинули эту идею и осуществили ее. Это они заслуживают всяческих похвал. Все призеры конкурса были награждены дипломами и ценными подарками. Ученица 8-й школы Анна Аноненко на конкурс представила два рисунка. На одном – беззащитный ребенок, жертва войны. На другом – вручение награды, которая нашла своего героя. Это получилось случайно. Один рисунок нарисовала, а потом пришло вдохновение и нарисовала второй. Ну вот, как думаешь сама, от чего вдохновение пришло? Ну, от этих тяжелых времен, понимаешь, что все было очень плохо. Рисунки художницы заняли первое и второе место. Нужно отметить, что без подарка не остался ни один участник конкурса. Кроме этого, ребята пообщались с тружениками тыла и вместе с ними почтили память тех, кто не вернулся с войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok